После недавней реконструкции центрального ЗАГСа теперь нужна мебель и декор. Дело благородное. И члены комиссии денег на это дали. Также без обсуждений утвердили смету для Центра административных услуг. Там не хватало финансов для проведения мероприятий и тренингов. Но вот вопросы возникли, причем немало, при обсуждении изменений заказчика новых видеокамер для улиц города. Если ранее за это отвечал Департамент транспорта, то теперь же за это возьмутся в муниципальной безопасности. Планировалось, что беспечное место – это правило дорожного движения. Сейчас реалии жизненные меняются. Соответственно, мы понимаем, что задачи стоят в беспеке не только в транспортной структуре, они стоят также и в раскрытии преступлений. Заслушав все это, у членов комиссии возник вопрос, а чем же вообще занимается сегодня муниципальная безопасность? Юрий Савченко стал долго объяснять о множестве функций и о важности департамента. Но вот только когда дело опять дошло до денег, замдиректора департамента не смог дать четкий ответ, куда и на что пойдут 1 миллион 139 тысяч гривен, которые просят. Пришлось переносить этот вопрос и давать время на подготовку. Уважаемые коллеги, смотрите, Юрий Александрович сегодня готов, да, по сути, да, по одному вопросу. Давайте, ну, вы примерно суть вопроса поняли. Мы сформулируем их письменно. На следующую комиссию, пожалуйста, только подготовьтесь, по сути, да, потому что действительно финансы на ваш департамент существенно выделяются с городской бюджетом. Бурную реакцию членов комиссии вызвала вопрос заработных плат в городском совете. На днях мэр подписал распоряжение по увеличению штата почти на 100 человек до 1850, поставив тем самым рекорд за последние 10 лет. Эти люди уже набрали, эти люди? То есть это мы сейчас выделяем, будем добирать? Да, да. То есть это не существующим специалистам, это новым? Это только увеличилась штатная численность. Мы под любую штатную численность, мы сегодня должны обеспечить фонд оплаты труда. Если люди идут на работу, у них должна быть заработная плата. Ну и конечно же, кроме денег на зарплаты, необходимы финансы на компьютерную технику для нового корпуса мэрии. И их выделили. Так что содержание чиновников все дорожает и дорожает.